Разрешите поздравить, поблагодарить и порадоваться вместе со всеми юбилею замечательного коллектива Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. И, конечно, в первую очередь хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто после Виктора Сергеевича или вместе с Виктором Сергеевичем этот хор пестовал, развивал, сохранял и сберегал вплоть до сегодняшнего дня. Виктор Сергеевич для нас человек эпоха, человек, который определял жизненные пути многих из тех людей, кто был с ним знаком. Имею в виду его коллег, соратников, кто шел с ним рука в руку в одном направлении. И когда его не стало, мы все переживали, мы все очень тревожились, что станет с его наследием, с его детищами. Их было несколько, каждый из них по-своему замечательный, но большой детский хор, который он основал и который вел с самого начала, это, конечно, выдающееся явление современной музыкальной культуры и просто одна из важнейших страниц нашей истории, истории нашей страны. И вот то, что не стало ее отца, ее создателя Виктора Сергеевича, было очень и очень сложно для всех, потому что все понимали, что не так часто творения переживают своего создателя. Но вы знаете, если творение гениальное, если создатель выдающийся, то, конечно, время отступает. И я сегодня безумно рад наблюдать, что хор жив, что дело Виктора Сергеевича множится, ширится, что дети продолжают приходить, родители продолжают доверять хормейстерам, руководителям, продолжающим школу, продолжающим дело Виктора Сергеевича Попова. И большой детский хор – это символ, это уже достояние, культурное достояние России. И его невозможно забыть, его невозможно вычеркнуть из истории нашей страны. И понятно, что у тех, кто стоит у руля сегодня, на них ложится огромная ответственность. Как поддержать, как сохранить тот уровень, как не отступить от тех творческих высот, которые были завоеваны Виктором Сергеевичем при создании этого хора. Но я абсолютно уверен, что сплотившись и объединив усилия и руководителей хора, его наставников, и детей, и их родителей, и всех тех, кто этот хор уже прошел, и является его воспитанником, а в чем-то и покровителем, таких много, таких людей тысячи. Благодаря усилиям всех вот этих вот неравнодушных к хору, к его настоящему, прошлому и будущему людей, хор будет жить. И мы будем радоваться тому, что то благое дело, которое основал Виктор Сергеевич, образовав этот хор, оно продолжает существовать, продолжает приносить радость, продолжает просвещать и прививать любовь к музыке все новым и новым маленьким певцам, участникам этого коллектива. И вы знаете, вот мне кажется, та просветительская миссия, которую Сергеевич закладывал в основу своего детского хора, она как знамя и как маяк, она должна освещать путь, даже если на нем находятся какие-то неровности и сложности. И не надо бояться идти вперед в чем-то даже противоборству обстоятельствам. Я совершенно уверен, что путь Виктора Сергеевича был тернист и сложен. И он был боец, который ради той цели, которую он заложил, превозмогал себя, превозмогал обстоятельства и жертвовал своей жизнью, своим временем, своим здоровьем ради того, чтобы дети пели, ради того, чтобы музыка звучала, ради того, чтобы в масштабах нашей страны жило и развивалось детское хоровое творчество. Я желаю такой же силы, такой же выдержки, такой же смелости, а главное, такой же уверенности. В хорошем смысле уверенности в своих силах и внутреннего позитива всем тем, кто имеет отношение к хору сейчас. Потому что именно вот эта внутренняя энергетика и внутренняя вера в то, что дело, которому вы посвящаете себя, это дело бесценно, это дело свято. Вот именно эта вера, она позволяет превозмочь и преодолеть любые препятствия на вашем пути. Дорогие певцы, дорогие артисты, дорогие воспитанники, дорогие любители, родители, воспитатели и руководители Большого детского хора, поздравляю вас с тем, что этот замечательный коллектив, это гнездо свитое гениальным хормистером преодолело рубеж 50-летия со дня основания. Это замечательная дата. Она свидетельствует о том, что запал, залог, потенциал, вложенный в хор, не исчерпан, что он находится только на старте своего грандиозного роста и дальнейшего развития, и что 50 лет – это как первая ступенька, к которой надо перейти и двигаться дальше. Я вас искренне поздравляю с тем, что вы движетесь вперед, что вы находите все новые и новые грани соприкосновения с настоящим, с музыкой, с публикой, с творчеством, что вы не забываете все то лучшее, что есть у вас за плечами и в вашем творческом багаже, но при этом ищете новое, свежее, молодое, яркое, красочное, то, что привлекает всегда чистые, искренние души детей, и то, что дарит всем нам, наблюдающим, слушающим и воспринимающим ваше искусство, огромное наслаждение и творческое удовлетворение. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо вам за то, что вы трудитесь, спасибо вам за то, что вы любите ваше дело. Я желаю вам удачи, выражаю всяческую поддержку, и буду счастлив не только вашим успехам на сцене, вашим успехам в музыкальном амплуа, но и тому грандиозному результату, который рождается незаметно, но имеет фантастическое значение, а именно облагораживает души, облагораживает сердца и воспитывает поколения хороших, правильных, честных людей, граждан России. Спасибо вам, поздравляю вас. Продолжение следует...